в четверг четвертого числа в четыре четвертого часа лигурийский регулировщик обновил white room доверта а вы уже здесь привет ребята наконец-то это свершилось адоб решил одуматься и обновить практически весь свой софт нас пока интересует только white room но обо всем по порядку в этом выпуске вы узнаете что нового показали в новом light room и пока не буду спойлерить также расскажу про то как воскресить вашу пленочную камеру если вы хипстер 2017 году также немножко про фирлист расскажу вот примерно столько сколько сейчас в конце будет сладенькая и новость нашего проекта поехали продал вчера 18 числа для меня вчера для вас может быть позавчера прошла презентация adobe max они выкатили прям миллион новинок вы постараемся к завтрашнему дню подготовить полноценный ролик по каким-то ключевым фишкам посмотрим как мы это сделаем что там довольно много всего сейчас расскажу только про light room причем про достаточно поверхностно по просто пресс-релизом и так самое главное самое главное что поменялось это все друзья теперь white room 2 наконец-то это ведь то чего мы ладно я шучу white room и действительно два и здесь важно понять чем они друг от друга будут отличаться будет обычная десктопная версия которую вы ставите на ноутбук на компьютер куда угодно и будет облачная версия которая работает ну вон там и она работает между компьютерами с названиями полная жопа и путаница если раньше у вас стоял lightroom cc но я надеюсь что вы были обновлены и у вас стоял lightroom cc то теперь он называется lightroom classic cc но для тех кто в общем аутфак и не любит обновляться чтобы они сразу понимали прямо из названия вторая версия облачная будет называться lightroom cc чтобы окончательно вас запутать какие нововведения есть в десктопную полноценную версию во-первых по заверениям адобовцев самое главное это чего мы больше всего ждали эта производительность они поработали над производительностью при импорте над производительностью с кисточками масками и прочей прочей фигней переключение фотографии приближение одоления и переключение между lightroom лабиры development вот этими модулями должно быть хорошо по некоторым тестам которые уже появились в интернете скорость увеличивается до 85 процентов при импорте и моя любимая фишка которая не связана с этим 85 процентами и тем не очень важная эта фишка которую adobe позаимствовала у фотомеханики если вы знаете что это за такая великолепная программа эта штука которая позволяет вам импортировать точнее просматривать ваши raw файлы не трогая их в двух словах объяснить если вы не понимаете что происходит когда вы импортируете фотографии lightroom то lightroom начинает мучить вас компьютер создавая jpeg превью таки так называемый чтобы могли эти файлы увидеть нюанс в том что в самом raw файле уже есть этот jpeg и lightroom его перезаписывает главная причина в том что этот jpeg создан камерой lightroom как бы создает свой там есть некие косяки по цвету короче если очень захотеть то вы можете посмотреть эти джеки теперь компания adobe позволяет вам это сделать вопрос ставить небольшую галочку и lightroom не делает ничего а это значит что он моментально импортирует все картинки вы тут же можете их отобрать и для отбора для отбора первичного отбора картинок это просто великолепная функция потому что ну вы за типа 10 секунд и портнули тысячу картинок и сидите отбираете поставка вы их отобрали только не знает 200 лучших вы уже им создаете необходимый jpeg превью и начинаете с ними работать потому что серьезно вам же не нужно все 2000 если то конечно вы не какой-нибудь предметный фотограф вам реально это нужно но для большинства людей adobe не стесняясь говорит что большинство людей это свадебные фотографы они используют в своем в рекламном ролике они показывают все это на свадебных фотографиях они прямо говорят что для наших свадебных фотографов это очень полезная функция и черт побери да это действительно так не только для свадебных фотографов adobe если ты не знал многие люди снимают много фотографий итак вы наверное думаете на данный момент а что же тогда такая облачная версия lightroom а это такой маркетинговый около маркетинговый около как бы это блин по-русски чтоб не обидно было это такая штука которая позволяет вам работать реально в облаке то есть все ваши картинки хранятся в облаке могут храниться в облаке естественно этот денег стоит adobe за вас будет всякую плату брать за то что вы пользуетесь облаком неважно соответственно самый главный плюс то что вы можете поработать на компьютере поработать 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 с полноразмерными raw файлами это важно потом отойти так в стороночку с телефончиком и продолжить на телефончике работать с полноценными raw файлами потом планшетик из планшетика поработать полноценными raw файлами потом приехать не знаю в другой дом все за компьютер и там тоже поработать с полноценными raw файлами при условии что везде есть интернет ну то есть не очень полезная программа в некоторых ситуациях и так она позволяет вам работать из плюсов то что все фотки забыкаплено вы их точно никуда не денете и плюс они добавили так называемую штуку adobe sensei это некий интуитивно понятный поиск то есть если вам нужно на фотографии среди своих фотографий найти котика вы просто будете китом или кэт или в общем чтобы хотите там найти и lightroom сам понимает какие картинки у вас есть в вашей коллекции и показывает вам все фотографии с кисками и так что еще показали нового в десктопной версии потому что производительность это важно но это не единственная штука это одна из двух штук и так вторая которая мне понравилась или просто вторая это то что они добавили нормальные маски теперь когда вы станет нарисовали кисточкой вы можете изолировать эту маску по цвету или по яркости что значит например у вас есть человек в кадре у него не знаю загорелая кожа сзади стена если раньше вы могли ну типа с помощью автомаски как-то там что-то выделить аккуратно прорисовывать теперь вы можете сделать так плюнуть вот так вот примерно помазать а потом сказать а я хочу чтобы вот это моя маска кисточки была и действовала только на цвет кожи берете пипеточку тыкайте в цвет кожи вуаля все работает теперь вы можете повысить контраст только для кожи или там понизить экспозицию только у неба чтобы деревья не попадали это если вы сделаете маску по яркости короче вроде как очень круто естественно вот эта фишка как-то по на то ли интуитивно к ним пришла то ли не просто скоммунизмили ее capture one непонятно однако что приятно должно работать чуть быстрее чем capture one но все это мы посмотрим завтра в полноценном ролике про до play true прямо отлегло честно прямо отлегло ну в общем давайте к следующим новостям если вы помните новость с прошлой недели про яшику ее странный гибрид пленочной и цифровой фотографии вот вам еще более странный гибрид который стоит сильно дешевле ну и выглядит как ведро с гвоздями смысле это такая штука в общем это продолжение этой истории в общем ребята придумали как соединить аналоговые и цифровые форматы ну типа как яшика и даже создали более странную вещь проект называется амбек этот девайс который соединяет вашу старую аналоговую камеру в 35 миллиметров со смартфоном и позволяет снимать цифровые фото изображения изображения хранятся на sd-карте а просматриваются на дисплее телефона или планшета в общем того гаджет который посидите к устройству можно будет подсоединить серию nikon f minolta maximum olympus pentax практика может быть даже нет непонятно это к снизу прибуду который надевается в целом прикольно зачем это сделано тоже пока непонятно может быть вы знаете зачем это сделано напишите об этом в комментариях ну и в общем следующая новость давно мы с вами не делились всякими находками за пределами мира фототехники на прошлом выпуске вы жили с четырех камер и нас кстати захейтили за то что мы ничего не сказали про fuji да у fuji тоже новая камера мы тогда этого не знали спасибо что подсказали нам хоть и в такой грубой и неадекватной форме уже из отснятого творчества в общем вот вам подборочка это проект фирлиса ворс он каждые два месяца выбирает самые эффектные свадебные снимки со всем мира и поверьте там ну прям совсем нет каких-то скучных заезженных образов и слащавых фоточек и почти каждое фото достойно звание отличного репортер репортерской работы возникает вопрос почему фирлис и такой немножко лирики в общем сами знаете что съемка свадеб иногда бывает большим риском пропустить что-то пока ты делаешь что-нибудь творческое ну и соответственно если вдруг ты успеваешь и потворить и что-то там заснять то в общем и заказчиков порадовать и фоточку прикольную сделать то скорее всего твой шедевр может попасть на фирлис в принципе как чем это я участвуйте в этом конкурсе если вы свадебный фотограф это прям круто и важно очень много русских ним побеждает это достаточно авторитетный конкурс и наследие рекомендую в нем участвовать если вы просто любите смотреть красивые картинки рекомендую посмотреть ссылка будет в описании там действительно очень 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 много интересного уже есть августа августовская подборка мы сейчас ждем октябрьское обновление ура и теперь мы переходим к новостям о молодых и так что произошло за последнюю неделю произошло удивительным образом очень много все по порядку у нас наконец-то появилась мастерская по цветокоррекции где вы можете не только курсы посмотреть какие-нибудь по цветокоррекции но получить фидбэк от преподавателя в данном случае от радиона жабрева вот так вот картиночка все это дело описывающее соответственно обучение идет месяц все дела как обычно с мастерскими даются курсы и дается много фидбэка даются домашние задания если вы хотите не просто типа кнопочки узнать цветокоррекции или получить какую-то одностороннюю информацию от видео материала хотя это тоже бывает полезно а получить фидбэк от препода и пообщаться с ним позадавать свои актуальные вопросы типа а почему здесь так а я хотел бы чтобы это было вот так что ты по этому поводу думаешь короче все это можно сделать мастерской там довольно много интерактивного общения во время онлайн сессии говоря о мастерских уже в понедельник начнется мастерская лёша гатина который будет рассказывать про вспышки и все то же самое относится и к этой мастерской тоже много общения тоже сложные домашние задания только на этот раз про искусственный свет и в основном вспышки больше подходит для свадебных фотографов однако если вы начинающий стробист я думаю что вам найдется место вы получите много информации следующая новость заключается в том что как мы поняли вам понравилась серёжа негинский потому что но нас завалили письмами и в комментариях на ю тубе и в личку и куда только угодно зовите пожалуйста серёжу еще мы вот так вот все это ковшом собрали и отнесли серёже он говорит ну чё ну надо ехать питер снова так уж и быть я буду рад прочитать какой-нибудь новый стрим бесплатно для вас друзья этот стрим будет посвящен разбору портфолио но вы видите как он называется для того чтобы нет портфолио собрать мы обращаемся к вам дорогие наши если вы хотите чтобы вашу портфолио было разобрана серёжа и он поделился бы своим оценочным суждением о том как у вас там чё на снято ну давайте давайте присылайте для того чтобы это прислать нам делайте репост записи которые есть в описании и к этому репосту прикрепляете ссылку на свое портфолио первые десять человек которые это сделают попадут на наш стрим желаю вам скорости друзья вот сейчас преимущество у тех кто нажал колокольчик да понимаете понимаете да это было хорошо если еще новость о том даже новость и скорее вопрос любите ли вы творчество николая бондарева так как любим его мы если любите великолепно потому что нашему продюсеру удалось договориться с коленом по моему за мягкое место и он приедет в петербург в ноябре подробная информация появится у нас на сайте чуть чуть позже скорее всего может в конце этой неделе начале следующий коля приедет прочитать дешевую и платную лекцию о своем творчестве будет несколько тем ну а самом коле о том это странная тема и тени к тем не менее мне очень кажется что она очень важная очень кажется очень важно это про то как оставаться счастливым я сейчас чувствую как у части наших зрителей может бомбануть типа что за вода какого черта это никому не нужно я и так счастлив все хорошо тогда вы можете просто поставаться счастливым человеком для тех кто хочет повдохновляться поспрашивать пообщаться с колей возможно вам это будет интересно там также будет немножко про съемку чутка про обработку ну разве что совсем чутка это будет практика друзья если вы были наших практиках то вы понимаете что такой прямой эфир в течение дня или двух в этом случае это будет в течение всего дня можно слушать колю можно задавать вопросы структурировано интересно и максимально плотно ура и теперь мы переходим к сладенькому нас если вы помните то в прошлый раз мы показывали вам новую камеру gopro fusion а для этого выпуска нашли видео снятое на gopro hero 6 крис роджерс придумал что еще можно сделать для съемки серферов и прикрепил камеру на спину своей модели ну не совсем на спину одну такую штангу выносную и при монтаже эту штангу крепеж убрал и получилась вот такая штука в ролик рекомендую посмотреть ролик не весь про это но как бы он имплементировал эти кадры в монтаж и получилось прикольно маленькая ремарочка заключается в том что примерно года три-четыре назад ребята из коридор диджитал уже сделали то же самое со старой камеры gopro ничего нового здесь нету скорее все это рекламная акция это не делает ролик хуже поэтому желаю вам приятного просмотра пока пока